Это типичный новичок в Warface, и сейчас произойдет неизбежное. Если ты хочешь другой судьбы, то воспользуйся ссылкой в описании. По ней как новых игроков, так и ветеранов ждут отличные подарки. Уникальные внешности и оружие на каждый класс. Яркие достижения, красивый брелок и камуфляж на пистолет Сигзауэр. А при первом пополнении счета плюс 100% кредитов придет. Врывайся, братишка. Warface тебя ждет. Ну признайся, Рокутагин, новый скин на инженера очень даже секси. Ну как тебе сказать, братишка, какой-то гибрид между солдатом Вермахта и актрисой фильмов жанра БДСМ. Сочно. Приветствую вас, леди джентльмены и другие подруги. С вами Рокутагин, капитан очевидности, Warface и новый пистолет-пулемет Фомае САВ-200. Новинка инженера, на которую многие возлагали надежды. И, кстати, это ведь было достаточно интересно. Что ж это за надежды такие были? Мол, ведут пушку, которая будет мощнее, нежели Ханни Бэджер. А Ханни Бэджер сама по себе уже, извините меня, самая настоящая имба. В общем, надежды были грандиозные. А вот сбыться им, как мы теперь понимаем, было не суждено. Хотя, мало ли, может быть, еще что-то в будущем изменится. Все-таки это ПТС, а не лайф-сервер. Говорят, что эта говнопушка даже хуже Кедра. Врут, капитан очевидность, не настолько САВ-плох. Да, друзья, некоторые говорят, что ой, это Кедр или это хуже даже, чем ССВ. Неправда, он не хуже ССВ, он не хуже Кедра. Однако он не лучше Ханни Бэджера. И это самое главное, что вам надо знать. Если сравнивать с этой самой Ханькой, то САВ показывает более вместительный магазин и лучшую точность. Да, в отличие от Ханни Бэджера, стрелять из САВа в голову на больших дистанциях намного приятнее. Нет вот этого мирзковатого разлета пуль, как у Ханьки. Однако, друзья, на этом все преимущества новинки-то, собственно говоря, и заканчиваются. Урона у Ханьки на 3 единицы больше, множители лучше, темп, в общем-то, аналогичен. Особой разницы нет. Но, как мы понимаем, ДТХ это хорошо, однако важна практика, реальный геймплей. Как пушка ощущается и как с нею нагибается. И нагибается в целом САВом даже хорошо. Однако чувствуется уже вот такая приличная разница при распиле по телу, по сравнению с Ханни Бэджером. Если стрелять в голову САВа даже приятнее, то пилить по телу как-то он вроде как будто бы и не предназначен, идет как-то туго. Я бы не стал вообще на это делать акцент. Теперь мы мысленно переносимся на РМ, там где дистанции, в общем-то, небольшие, и понимаем, что вообще никакого смысла в этом САВе просто нет. Потому что Ханни Бэджер на дистанциях РМа и так прекрасно лупит голову. По телу она пилит тоже лучше, и единственное, чем САВ ее превосходит, это магазином на 45 патронов. Однако, ведь у САВа, дорогие друзья, еще и нет глушителя, который не имел бы каких-то негативных свойств. Его глушитель прилично так будет резать вашу эффективность на дистанции. А у Ханни Бэджера, тем временем, глушитель такими недостатками не обладает, и никаких проблем с ним нет. Выходит, САВ надо использовать именно с пламегасом, а значит, преимущество в виде бесшумности, опять же, за Ханни Бэджером. САВ в этом плане тоже СОСО Павлиашвили. Однако, друзья, и это еще не самый главный недостаток. Есть еще целых два минуса. Первый, это то, что у САВа, в отличие от Ханни Бэджера, есть отдача. А это значит, надо как-то ее нивелировать. Для этого, конечно же, прокачиваем мод на отдачу. Минус 40%, отдача становится прекрасная, замечательная, почти ее не чувствуешь. Но ввиду этого мы лишаемся одного из модов. Я пожертвовал дальностью. Да, как ни странно, именно ей. И, собственно говоря, вот что делать? Привыкать к отдаче? Ну, типа, нафига, если можно Ханьку взять? Лишаться одного из модов? Ну, вроде как, тоже не особо приятно. Но в любом случае, вам чем-то придется пожертвовать. Что в очередной раз делает плюс Ханьке и минус Сафу. Ну и вишенкой на торте идет ужасная тряска, если вы не используете родной прицел. Да, родной прицел, кратностью 1,3, который вроде как никакими больше свойствами не обладает. Однако, на самом деле, он убирает тряску. И стрелять из него достаточно приятно. Скажу от себя, мне этот прицел нравится не хуже Тругло. Но если вы фанат Тругло РДС, ЭОТЭКа и так далее, то у вас прицел будет бешено трястись. Это просто жесть. Наверное, ни одной пушки за всю историю Варфейс я такой дикой тряски не видел. Крайне неприятно. Да, привыкаешь, но нафига? Нафига, когда есть, опять же, Хани Бэджа? Ну, прямо разнос какой-то сегодня. Может, эту пушку апнут? Как думаешь? А вот тут, дорогой друг, ты угадал. Действительно, оказывается, множители этого Сафа, это не более чем ошибка. Кстати, Сашка Разор в своем видео заметил, что у Сафа аналогичные множители голова, тело, руки, ноги по сравнению с Кедром. То есть, то же самое. И я полагаю, что это был копипаст, который потом должны были отредачить. Однако, этого не сделали. На данный момент, по сравнению с Хани Бэджером, у Сафа вот такие множители. Как вы понимаете, из этих двух вариантов у Хани Бэджера больше, а у Сафа там, где в голову 5,8. То есть, меньше. Однако, разработчики уже написали, администрация нам, блогерам, что эта ошибка мы должны до вас довести. Что, на самом деле, скоро они все поправят, и статы будут следующие. 6 в голову, 1,3 в тело, 1,1 в руки и 1,05 в ноги. И даже в этом случае, по моему мнению, никакого чуда не произойдет. Фактически, они уравнивают Саф с Хани Бэджером. Плюс-минус, то на то и получается. То есть, очень скоро Саф начнет пилить в тело так же бодро, как Хани Бэджер. Но, опять же, глобально, это картины, мне кажется, особо не изменит. Эффективного глушителя, как я понимаю, у нас все еще не будет. Отдачу до уровня Хани Бэджера никто не понизит. А магазин на 40 патронов вряд ли зарешает при выборе пушки. Таким образом, Саф хорошая пушка. Да, ее даже апнут. Но если кроме вот этих изменений и множителей ничего не будет, то я вам скажу так. Для меня было и остается лучшей пэпэхой на сегодняшний день. Это Хани Бэджер. Саф имеет право на существование. Она тоже приятная, тоже классная. Но это номер 2. Точно не первое место. Ясно все с этой пушкой. Слушай, а правда, что разработчики хотят пофиксить два дыма? Во, отлично, что напомнил. Говорят, наши разработчики хотят убрать два дыма. Типа, не будет двух дымов. Дорогие разработчики, есть некоторые, проверенные опытом, годами геймплея определенные, скажем так, правила, алгоритмы существования нашей игры. Я прошу, не надо их трогать. Не надо пытаться членам перерубить березу. Не получится. Будет только хуже. Это касается и двух дымов. Мы такой опыт уже в игре имеем. Людям крайне не нравилось. Бомбеж был в течение, по-моему, двух лет, пока разрабы обратно не откатили. Это касается и Егена. Для тех, кто в танке, еще раз объясню на примере. Начинается раунд. Команда противника. Твоя команда. Ты идешь на один плент. Твои союзники на другой плент. И идет какой-нибудь люркер. На тот плент, где находишься ты. Обходит, так сказать, вашу команду через всю карту с другой стороны. И тут вот твоя команда на основном пленту, куда пошли основные силы противника, погибает Сеат. Их там остается двое противников. Двое. Медика у них нет. А здесь, там, где ты стоял, на тебя выскочил противник. Вы с ним пострелялись. Ты его убил, но у тебя нет ни хп, ни брони. Вот столько осталось. У тебя есть шанс затащить. Но только при одном условии. Если у тебя будет реген. Все эти разговоры, что игроки должны учиться играть команда. Они не стоят ничего, дорогие разработчики. Даже где-нибудь на первом алмазе. Даже на мастере. Я не удивлюсь даже на грандмастере. Многие на это будут тупо забивать. Так уж получилось, что порой даже очень сильные медики, например, которые действительно хорошо играют. Они там могут гранда брать. Они иногда предпочитают, как бы, когда играют в рандоме, просто куда-нибудь влететь, дать минус два и помереть. Это как бы, ну, нормально. Как бы они себе могут это позволить. Но они-то могут. Я не могу, сука. Мне хп надо. Более-менее опытные игроки, которые играют в нашу игру не первый год, меня поймут. Реген должен быть хотя бы минимальный, чтобы были шансы на какой-то клатч. То же самое с дымами. Медики вам точно спасибо не скажут. Многие медики играют в оборонительной манере. Я в том числе. Кинуть флешку, зайти, это прикольно. Но медик может быть намного эффективнее, если у него два дыма. Он кинул на один труп, резнул, потом еще где-то резнул. Зазонил какую-то территорию, чтобы провести какие-то полезные действия. Резнуть, подлечить кого-то и так далее. Это очень важно. Порой именно для медика иметь два дыма. Лишать игроков этого, это значит опять вызвать огромную волну хейта. Поверьте мне, вот вы увидите, попомните мое слово. Так и будет. И тут должен еще кое-что заметить. Вот нафига с урезанием, вырезанием регена вы еще и замедлили штурмовика. Серьезно, в последнее время мне штурмом нравилось играть. Но сейчас это черепаха. Брать топорик, который режет стамину, да я в принципе топорик не люблю. Любой класс должен бегать нормально. Хотя бы, ну, не особо медленнее, чем другие. Но штурмовика это касается вдвойне. Потому что это класс, который приходит и открывает плент. Он первый должен вступать в бой. А он бежит в конце команды. Все тайминги поломаны. И кого же нам теперь на мясо отправлять? Снайпера? Ну, это прям гениально. Снайпер вообще для открытия плентов не предназначен. Это самый мощный класс раз на раз. Его никто, вот мощного снайпера в большинстве случаев законтрить не может. Кто бы там что ни говорил. Но снайпер, когда противника уже двое, он все, он никто. То снайпер не способен выходить и давать четко быстро минус два. У него такой функции нет. СКС не в счет. И я надеюсь, что все-таки как бы до него руки ваши дойдут. Инженера пошлем с бомбой. Ну, это вообще гениально. Это просто шикарно. Человека с плентом отправлять открывать этот самый плент. Не очень идея. Про медика вообще молчу. И вот штурмовик, тот самый парень, который вроде никаких там супер функций не выполняет. Но вот эффективен на всех дистанциях. И вот он теперь как бы не нужен. Он мусор. Поэтому, пожалуйста, не надо отнимать у людей два дыма. Верните хотя бы минимальный реген. И дайте штурмовику нормальную скорость, как у всех. Пожалуйста, не ломайте игру. Есть то, что проверено. Игрой, игроками, они к этому привыкли. И это здорово. И не надо ни на кого смотреть. В стиле, а вон в контрстрайке. Так в контрстрайке вообще там стреляют все от бедра. Там нет бега. Все с ножиком ускоряются. Там вообще совершенно другая игра. Совершенно. С тем же успехом мы можем взять не с контрстрайка, а стройку из фортнайта. Пожалуйста. Прям очень креативно будет. Сразу говорю, это шутка. Даже не думайте этого делать. В общем, я надеюсь, вы меня поняли. Есть то, что трогать не стоит. Вот никак не стоит. Вот ни в каком виде, сука, это трогать не стоит. Это в том числе два дыма. Вот прямо не надо. Пожалейте. Потом не жалуйтесь. Если вы сделали, типа, вот, игроки машнят, блогеры, пожалуйста, объясните им. Это делается. Я ничего сразу объяснять не буду. Я тоже против. Это плохо. Это отвратительно. Это хреновая идея. И даже вдруг, если я прямо там, ладно, я им пойду объяснять, меня только засрут. Мне это не надо. Это неправильно. Неправильно, неправильно и еще раз неправильно. Это не сработает. Это будет только вам боком. Вот боком выйдет. Не стоит. Вот. Так что такие дела. Дым фиксить не надо. Реген надо вернуть хотя бы минимальный штурму, нормальную скорость дать. Без всяких топориков. И САФ-200, так себе пушка. Ну, блин, нет, она хорошая пушка, но она номер два. Хани Бэджер пока что рулит. А что будет дальше с этим САФом? Станет ли он метой, когда его апнут? Как говорится, будем посмотреть. Нагиба.